С 1 июля в России вступит в силу закон о дачной амнистии 2.0. Таким образом, программы регистрации жилых домов по упрощенному порядку продлят. Но речь идет только о тех объектах, которые были построены до 14 мая 1998 года. Обычно для того, чтобы оформить дом, нужно два документа, подтверждающие право на земельный участок и документ, подтверждающий технические характеристики строения. Это техпаспорт, составляемый кадастровым инженером. Но, как правило, документов на землю у собственников домов, построенных в середине прошлого века, нет. Отсутствие первого документа, именно документа, подтверждающего право на земельный участок, является той основной проблемой, которой призван решить новый закон дачной амнистии 2.0. Достаточно большой пласт, массив жилых домов был начат строительством и построен в середине прошлого века. Люди жили там из поколения в поколение, десятилетиями, были прописаны в своих домовых книгах, подключались к коммунальным сетям. Но при этом эти дома, эти постройки никогда не были надлежащим образом оформлены. Не было ни документов на землю, не было ни, соответственно, документов на жилые дома. Чтобы оформить дом по закону о дачной амнистии 2.0, нужно подтвердить, что он построен до 98 года. Для этого достаточно одного из следующих документов – выписки из похозяйственной книги, документы о технической инвентаризации, документы о подключении дома к коммунальным сетям, либо квитанции об оплате или прописке по месту жительства. Вместе с тем продолжает действовать привычная нам дачная амнистия, воспользоваться которой могут люди, у которых документы на землю есть. В начале июня таким образом свой дом оформил и житель кенеля Виктор Макаров. Бывший военный приобрел недвижимость в 2009 году. Документы оформил на себя и супругу, а техпаспорт на дом был зарегистрирован на прежнего владельца. У Виктора трое детей. Чтобы в будущем у них не возникло проблем с наследством, он решил привести документы в порядок и обратился к кадастровым инженерам. Ну, по телевизору я слышал, что дачная амнистия есть, конечно. Это об этом я был в курсе, но я просто не знал, что на дом она тоже распространяется, так же все. Обратился, мне сказали, да, вы проходите под эту программу, принесите, пожалуйста, все документы, какие есть, мы посмотрим, что у вас есть, возьмем, какие нужно. Все, оплатите, будет выезд инженера. Да, если вы все согласны. И все, вот так вот и пошло. Кадастровый инженер передал документы в МФЦ, а тот направил их в Росреестр. Через два дня документы были готовы. За 16 лет действия закона о дачной амнистии в России ею воспользовались около 14 миллионов граждан. В Самарской области ежегодно регистрируют около 9 тысяч объектов. Виктория Шарая, Максим Гусев, События.